Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Герман Судлаева «Таблетка». Я планировал рассказать о нем уже давно, но как-то задерживался, хотел перечитать его, в итоге не смог. Роман очень спорный, хотя и очень умный. Написан он был давным-давно уже, почти 13 лет назад. Особым событием он не стал, кроме пары пунктов, которые я хотел бы озвучить. Роман написан довольно блеклым языком, подражанием Пелевину и Юзифовичу. Сам Судлаев говорил, что у него повлиял Юзифович. Наверное, повлияли в первую очередь жировые карлики, которые были написаны тем не менее позже. Как это ни парадоксально. Но связь между романами есть. Попытка описать реальность нулевых Судлаевым предпринимается на новом материале для нашей литературы. Описание жизни офисного планктона, или, как называет его Судлаев, офисного пролетариата. Будни, работа, офисные работники, бессмысленное существование, попытка гнаться за земными благами, жизнь в кредит. И при этом определенный фантастический элемент, аллегорический, притчевый. Таблетка, которая находится главным героем на складе, неожиданно оказывается таблетка эйфории. Она что-то дает, она опьяняет. Образ вот этой постперестрочной эйфории, эйфории нулевых годов, потому что 90-е эйфория тоже была другого типа. Эйфории жирных нулевых, когда казалось, что цены на нефть растут, рост производства, рост благосостояния, особенно в Москве, особенно в Питере, в крупных городах, казалось, что все это будет продолжаться вечно. Но при этом это во многом бутафорская идея, бутафорское представление о жизни, о мире, иллюзорное представление о жизни. Оно господствовало прямо до 2008 года, до финансового кризиса, когда все это было разрушено. Судулаев писатель левый. Левый убежденник, он об этом прямо говорит. И в романе есть элементы, делающие его неприятным, определенные пропаганды классовой ненависти, это там есть. Но при этом этот роман очень тонкий, гораздо тоньше многих текстов Пелевина. В нем нет особого цинизма. Хотя присутствует некое пренебрежение к людям, которые не могут... Которые в жизни реализовались, так сказать. И теперь смотрятся высоко на других. И вот автор глазами Максимуса Семипятницкого, офисного работника, менеджера средней руки, МССР, пытающегося... Менеджера среднего звена, простите. Менеджера среднего звена, МССР. Пытающегося как-то реализоваться в жизни. И все это не заканчивается в итоге. Очень парадоксально то, что действительно в жизни порой мы мечтаем о каких-то новых достижениях, о каких-то новых горизонтах. Часто оказываемся не в дел и беремся в ту работу, которую нам предлагают. Оказываемся в итоге в офисе или где-то еще. И вот об этом этот роман. Вот о том, что за 30, когда человеку стукает, он оказывается часто не там, где он хочет, и довольствует тем, что ему дают. Как собой куску мяса. И вот в этой несправедливости, определенной классовой несправедливости, конечно, часто возникает тоска по СССР, тоска по советскому режиму, тоска по защищенности социальной, как это представляется, по крайней мере. Хотя какая защищенность, когда тебя могут арестовать в любой момент за инакомыслие. Ну ладно, дело сейчас не об этом. Так вот, Садулаев вступил в КПРФ, баллотировался от Петербурга, но проиграл Милонову, что очень симпатичное. Между писателем-интеллектуалом левых убеждений и маразматическому правому державнику с православным уклоном, так сказать, псевдо-православным уклоном выбрали этого державника. Ну ладно, речь не об этом опять же. Так вот, почему этот роман стоит прочитать? Его стоит прочитать, потому что он, как и романы Прилепина, Садулаев, романы Прилепина, Терехова, Самсонова, Шаргунова, Гуцко, Рубанова, говорят нам о реальности современной. Очень много. Они показывают нам, что социальное расслоение, социальные проблемы зашли так глубоко, так далеко, что остаётся только разрубать от Гордеев узел каким-то одним ударом, потому что развязать его уже невозможно практически путем реформы. Будем надеяться, что всё-таки кто-то на это окажется способен. Тем не менее, не запомнился один момент в этом романе, когда офисные работницы, коллеги Семипятницкого, которые смотрят за ними, со стороны видят, что они по интернету выбирают машину, чтобы купить её в кредит. Так вот, они выбирают, смотрят так, платёж 15 тысяч в месяц, а я получаю 20. Может быть, посмотреть подороже. И вот этот момент настолько поражает своей глупостью, действительно, как люди так живут, что потом понимаешь, Ашклечо Судулаев ввёл элементы хазарии, хазарского каганата, какие-то элементы исторические, мифологические травмы, чтобы показать, что наша страна превратилась в какую-то пустыню, действительно, в какой-то хазарский каганат, где никакого смысла в жизни уже нет. И всё подчинено каким-то загадочным, таинственным силам, которые действуют как будто из мировой закулисы. На самом деле действуют за нашими спинами мы сами, такие, как мы. Наши собственные интересы, наши собственные страсти действуют и управляют нами. В этом романе также много внимания уделено так называемому фаусянскому элементу, стандартовому с дьяволом. Начинается он с сцены, когда Бритни Спирс подает душу дьявола. Очень такая статирическая сцена, любопытная. Но дело не об этом, то, что капитализм обнаруживает свою дьявольскую сущность, действительно, буржуазная. Миропорядок обнаруживает свою ненормальность, враждебность христианству, исламу, буддизму, традиционной религии. То, что он так любит нью-эйдж, этот капитализм, то, что он так любит новые всевозможные секты и течения, говорит о том, что он готов всё, что угодно сделать, лишь образовывая трелигиозную традицию, которая ему поперёк горло всегда стоит. Садулаев сам, будучи чеченцем, будучи мусульманином, в этом романе описывает очень много интересных элементов этого дьявольского сущности капитализма. В следующем своём романе «Ад» или «Адэ» Анну Домини, он описывает уже масштабную такую гевлеаду большого бизнеса. Опять же, это офисный роман, заслуживший от журнала GQ, титула «Самый лучший роман года или месяца», не помню. Ну, в общем-то, он вошёл в гламурную среду после этого романа и стал очень таким модным писателем, потому что в моде антибуржуазность, конечно, а не буржуазность, это понятно, особенно после кризиса. Тем и менее, роман стоит прочитать хотя бы на один раз. Это роман на один раз, это не «Шапка войной ночи», это не классика, которую можно перечитывать ещё и ещё. Таблетку прочитать стоит, чтобы понять, что Садулаев смог выразить пелевенские интуиции менее цинично и, может быть, даже более чётко, чем сам Владимир Олегович, чем сам Виктор Олегович. Такое иногда бывает. До свидания. Продолжение следует...